Они кочуют. Одному только Парижу дарят они месяцы. Для Берлина же, Вены, Неаполя, Мадрида и Петербурга и других столиц, они скупы. В Париже чувствуют они себя квази-дома. Для них Париж столица, резиденция. Остальная же Европа скучная и бестолковая провинция, на которую можно смотреть только сквозь опущенные сторы, гранд-отелей или савансо-цены. Они не стары, но успели уже побывать по два-три раза во всех европейских столицах. Им уже надоела Европа, и они стали поговаривать о поездке в Америку, и будут поговаривать до тех пор, пока их не убедят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтоб стоило показывать его обоим полушариям. В карточках она красавица, а красавицей она никогда не была. Карточкам ее не верьте, она урод. Большинство ее видит, глядя на сцену, но на сцене она неузнаваема. Белила, румяна, туши, чужие волосы покрывают ее лицо, как маска. На концертах то же самое. Вести это право легко только на первый взгляд. Добраться же до обеденного стола могут только люди избранные. К последним относятся господа рецензенты, пролазы, выдающие себя за рецензентов, туземные певцы, дирижеры и капельмейстеры, любители и ценители с зализанными лысинами, попавшие в театральный завсегдатай, и блюдолизы благодаря злату, сребру и росту. Обеды эти выходят нескучные, для человека, наблюдающего интересные. Раза два стоит пообедать. Известные, между обедающими много таких, едят и говорят. Поза их вольная. Шея на один бок, голова на другой. Один локоть на столе, вторички даже ковыряют в зубах. Газетчики занимают стулья, ближайшие к ее столу. Они почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто бы они знакомы с ней уже сто лет. Возьми они градусом выше, дело дошло бы до фамильярности. Они громко острят, пьют, перебивают друг друга, причем не забывают сказать пардон. Произносят трескучие тосты и, видимо, не боятся сглупить. Некоторые, джентльменски переваливаясь через угол стола, целуют ее ручку. Выдающие себя за рецензентов, менторски беседуют с любителями и ценителями. Любители и ценители молчат. Они завидуют газетчикам, блаженно улыбаются и пьют одно только красное, которое на этих обедах бывает особенно хорошо. Она царица обеда. Одета простенько, но ужасно дорого. Крупный бриллиант выглядывает на шеи из-под кружевной оборочки. На обеих руках по массивному гладкому браслету. Прическа в высшей степени неопределённая. Дамам нравится, мужчинам не нравится. Лицо ее сияет и льет на всю обедающую братью широчайшую улыбку. Она умеет улыбаться всем сразу, говорить сразу со всеми, мало кивать головой. Кивок головы достается каждому обедающему. Посмотрите на ее лицо, и вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья, и что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение. В конце обеда она кое-кому дарит свои карточки. Сзади карточки она пишет тут же за столом имя и фамилию счастливчика-получателя и автограф. Говорит она, разумеется, по-французски, в конце же обеда и на других языках. По-английски и по-немецки она говорит плохо да смешного, но и эта плохость выходит у нее милой. Вообще она так мила, что вы надолго забываете, что она урод. А он, он ле-мориде-ле, сидит от нее за пять стульев, много пьет и много ест, много молчит, катает из хлеба шарики и перечитывает ярлыки на бутылках. Глядя на его фигуру, чувствуется, что ему нечего делать, что ему скучно, надоело и лень. Он белокур, с плешью, которая дорожками пробегает по его голове. Женщины вино, бессонные ночи, таскания по белу свету, бороздой проехали по его лицу и оставили глубокие морщины. Ему лет тридцать пять, не больше, но он старше на вид, лицо его как бы вымочено в квасу. Глаза хорошие, но ленивые. Он когда-то не был уродом, а теперь вот стал. Ноги дугой, руки землистого цвета, шея волосистая. Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке, его дразнят в Европе почему-то коляской. В своем фраке напоминает он мокрую галку с сухим хвостом. Обедающие его не замечают, он им платит тем же. Попадите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей. Глядя на них, вы ответите, разумеется, приблизительно, вот так. Она известная певица, он только муж известной певицы, или, выражаясь закулисным термином, муж своей жены. Она зарабатывает до 80 тысяч в год на русские деньги. А он ничего не делает, стало быть, у него есть время быть ее слугой. Ей нужен кассир и человек, который возился бы с антрепренерами, контрактами и договорами. Она знает с одной только аплодирующей публикой. До кассы же, до прозаической стороны своей деятельности, она не снисходит. Ей нет до нее дела. Следовательно, он ей нужен, нужен как прихвостяне слуга. Она прогнала бы его, если бы умела управляться сама. Он же, получая от нее солидное жалование, она не знает цены деньгам, как дважды два-четыре обкрадывает ее заодно с горничными, сорит ее деньгами, кутит напрополую, быть может, даже прячет прочерный день и доволен своим положением, как червяк, забравшийся в хорошее яблоко. Он ушел бы от нее, если бы у нее не было денег. Так думают и говорят все те, которые рассматривают их во время обедов. Думают так и говорят, потому что, не имея возможности проникнуть вглубь дела, могут судить только поверхностно. На нее глядят, как на диву, от него же сторонятся, как от пигмея, покрытого лягушечьей слизью. Между и тем, эта европейская дива связана с этим лягушонком, завиднейшей и благороднейшей связью. Вот что он пишет. Спрашивают меня, за что я люблю эту Мегеру. Правда, эта женщина не стоит любви, она не стоит и ненависти. Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания, игнорировали ее существование. Чтобы ее любить, нужно быть или мной, или сумасшедшим, что, впрочем, одно и то же. Она некрасива. Когда я женился на ней, она была уродом, а теперь и подавно. У нее нет лба. Вместо бровей над глазами лежат две едва заметные полоски. Вместо глаз у нее две неглубокие щели. В этих щелях ничего не светится, ни ума, ни желания, ни страсти. Нос картошкой, рот мал, красив, зато зубы ужасны. У нее нет груди и нет талии. Последний недостаток скрашивается, впрочем, и чертовским умением, как-то сверхъестественно искусно затягиваться в корсет. Она коротка и полна. Полнота ее обрюзглая. Энмаз во всем ее теле есть недостаток, который я считаю наиважнейшим. Это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и мышечное бессилие я не считаю за женственность. И в этом отношении я расхожусь во взгляде с очень многими. Она не дама, не барыня, а лавочница с угловатыми манерами. Ходит, машет руками, сидит, положив ногу на ногу, покачивается взад-вперед всем корпусом, лежит, подняв ноги и так далее. Она неряшлива, особенно характерны в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок. Ах да, что говорить. Посмотрите на нее в полдень, когда она просыпается и лениво выползает от своего одеяла, и вы не узнаете в ней женщину с соловьиным голосом, непричесанная с перепутавшимися волосами, с заспанными заплывшими глазами, в сорочки с продранными плечами, босая, косая и окутанная облаком вчерашнего табачного дыма. Похожа ли она на соловья? Она пьет. Пьет она, как гусар, когда угодно и что угодно. Пьет уже давно. Если бы она не пила, она была бы выше пати и, во всяком случае, не ниже. Она пропила половину своей карьеры и очень скоро провьет другую. Негодяи немцы научили ее пить пиво, и она теперь не ложится спать, не выпив на сон грядущий двух-трех бутылок. Если бы она не пила, у нее не было бы катара-желудка. Она невежлива, чему свидетели студенты, которые иногда приглашают ее на свои концерты. Она любит рекламу. Реклама обходится нам ежегодно в несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорогая эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голоса. Жена любит, чтобы ее гладили по головке. Не любит, чтобы о ней говорили правду, не похожую на похвалу. Для нее купленный Иудин поцелуй милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства. Она умна, но ум ее недовоспитан. Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность. Они покрылись жиром и спят. Она капризна, непостоянна, не имеет ни одного прочного убеждения. Вчера она говорила, что деньги ерунда, что вся суть не в них. Сегодня же она дает концерты в четырех местах, потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего выше денег. Завтра она скажет то, что говорила вчера. Она не хочет знать отечество, у нее нет политических героев, нет любимой газеты и любимых авторов. Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто недоплачивает мадисткам и парикмахерам. У нее нет сердца. Тысячу раз испорченная женщина. Но поглядите вы на эту мигеру, когда она намазанная, зализанная, истянутая, приближается к рампе, чтобы начать соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке. Приглядитесь и будьте, умоляю вас, внимательны. Когда она впервые поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью, нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Когда моя жена начинает петь, когда по воздуху пробегают первые трели, когда я начинаю чувствовать, что под влиянием этих чудных звуков стихает моя взбаламученная душа, тогда поглядите на мое лицо, и вам откроется тайна моей любви. «Не правда ли она прекрасна?» спрашиваю я тогда своих соседей. Они говорят, «Да, но мне этого мало». Мне хочется уничтожить того, кто мог бы подумать, что эта необыкновенная женщина, не моя жена. Я все забываю, что было раньше. Я живу только одним настоящим. Посмотрите, какая она актриса. Сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении. Она понимает все, и любовь, и ненависть, и человеческую душу. Недаром театр дрожит от аплодисментов. По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную и изнеможенную, в один вечер пережившую целую жизнь. Я тоже бледен и изнурен. Мы садимся в карету, и едем в отель. В отеле она молча, не раздеваясь, бросается в постель. Я молча сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не гонит меня от себя. Вместе мы засыпаем, спим до утра и просыпаемся, чтобы послать к черту друг друга. И знаете еще, когда я люблю ее? Когда она присутствует на балах или обедах. И здесь я люблю в ней замечательную актрису. Какой в самом деле нужно быть актрисой, чтобы уметь перехитрить и пересилить свою природу так, как умеет она? Я не узнаю ее на этих глупых обедах. Из защипанной утки она делает павлина. Это письмо написано пьяным, едва разборчивым почерком. Писано оно по-немецки и испечлено орфографическими ошибками. А вот что пишет она. Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика? Да, иногда. А за что? Бог знает. Правда, он некрасив и несимпатичен. Такие, как он, не рождены для того, чтобы иметь право на взаимную любовь. Такие, как он, могут только покупать любовь. Даром же она им не дается. Судите сами. Он день и ночь пьян, как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасиво. Когда он пьян, он брюзжит и дерется, бьет и меня. Когда он трезв, он лежит, на чем попало и молчит. Он вечно оборван, хотя не имеет недостатка в деньгах на платье. Половина моих сборов проскальзывает неизвестно куда сквозь его руки. Никак не соберусь проконтролировать его. У несчастных замужних артисток ужасно дороги кассиры. Мужья получают за свои труды полкассы. Тратит он не на женщин, я это знаю. Он женщин презирает. Он лентяй. Я не видела, чтобы он делал когда-нибудь что-нибудь. Он пьет, ест и спит. И только. Он нигде не кончил курса. Его исключили из первого курса университета за дерзость. Он не дворянин и что ужаснее всего немец. Я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится девяносто девять идиотов и один гений. Последнее я узнала от одного принца, немца на французской подкладке. Он курит отвратительный табак, но у него есть хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляют, что я по болезни петь не могу, то есть капризничаю, он ходит как убитый и сжимает кулаки. Он не трус и не боится людей. Это я люблю в людях больше всего. Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни. Дело было в Париже, год спустя по выходе моем из консерватории. Я была тогда еще очень молода и училась пить. Кутила я каждый вечер насколько хватало у меня моих молодых сил. Кутила я разумеется в компании. В один из таких кутежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и незнакомый мне мальчик и глядя мне прямо в глаза спросил «Для чего вы пьете?» Мы захохотали, но мой мальчик не смутился. Второй вопрос был еще более дерзок и вылетал прямо из души. «Чего вы смеетесь? Негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищей». Какова дерзость? Компания моя зашумела. Я же посадила мальчика возле себя и приказала подать ему вина. Оказалось, что поборник трезвости прекрасно пьет вино. Апропос, мальчиком я называю его только потому, что у него очень маленькие усы. За его дерзость я заплатила браком с ним. Он больше молчит, чаще всего говорит одно слово. Это слово говорит он грудным голосом с дрожью в горле и с судорогой на лице. Это слово случается произносить ему, когда он сидит среди людей на обеде и на балу. Когда кто-нибудь, кто бы то ни было, скажет ложь, он поднимает голову и, не глядя ни на кого, и не смущаясь, говорит неправда. Это его любимое слово. Какая женщина устоит против блеска глаз, с которыми произносится это слово? Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее и смелое слово, а мой муж произносит его везде и всегда. Я люблю его иногда, и это иногда, насколько я помню, совпадает с произнесением этого хорошего слова. Впрочем, Бог знает, за что я его люблю. Я плохой психолог, а в данном случае затронут, кажется, психологический вопрос. Это письмо написано по-французски, прекрасным почти мужским почерком. В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки.